здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в очередном уроке а в этом уроке я покажу наконец-таки адаптивный слайдер то есть стали производить виджеты уже адаптивные все чаще я встречаю то есть не нужно копаться с точками остановки в adobe muse не надо ничего там менять подгонять слайд у нас адаптивный мы можем тянуть за ползунок браузера и у нас не будет появляться внизу никакого ползунка и сам слайдер будет вести себя хорошо отображаться он будет вот в таком интересном виде вы видите картинка как бы обрезается под наклоном то есть это изменить нельзя виджете у нас автоматически они будут такие становиться можно загрузить до 20 изображений все внизу меняется вот эти кнопочки цвет шрифт абсолютно вот эти вот точки то есть по ним переключается по кнопочкам переключается слайд автоматический слайд тоже вы видите он прокручивается можно задать время в миллисекундах да как часто с меня с меняться изображению если за ползунок потянем давайте посмотрим как ведет себя слайдер вот я тяну браузер вы видите никакого ползунка внизу нет слайдер нормально себя ведет то есть до мобильной версии осузил и у нас с вами как бы все работает вы это видите то есть очень 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 здоровский слайдер давайте перейдем в adobe muse и посмотрим настройки данного виджета после того как вы виджет перенесли на холст вы можете сразу его растянуть на всю ширину это необходимо сделать на всю ширину холста тут все зависит от ваших изображений какого они должны быть размера и кстати ваше изображение они должны между собой быть одного размера если вы хотите чтоб слайдик выглядел ровненько то есть я примерно так растянул и принципе давайте будем разбирать настройки здесь мы видим что мы можем загружать до 20 изображений сейчас я ставлю на паузу загружу несколько изображений и мы с вами продолжим и так я загрузил несколько изображений всего шесть этого будет достаточно чтобы мы смогли с вами все настроить если мы сейчас с вами посмотрим в браузере то у нас принципе он уже готов к работе осталось настроить цвета сейчас изображение я загрузил все одного размера и вы видите что она у нас очень ровненько внизу стыки все совпадает все хорошо но несколько изображений метод одинаковых я залил ничего страшного и так давайте рассмотрим настройки здесь ничего сложного нет первый идет хайд будет он это скрыть кнопки и хайд вот этот второй элемент это скрыть эти точки под слайдером до решать вам я оставляю то это скрывать ничего не хочу и вот эти все настройки они идут именно к к настройкам цвета а именно кнопкам посмотрите бутон color делаем сразу какой-то свой цвет бутон hover color этот цвет при наведении то есть какой менять цвет кнопки при наведении мыши да я беру тот же цвет только чуть темнее бутон текст color оставлю белый бутон бордер это рамочка я не хочу рамку делать бутон топ бутон паддинг это отступ внутренний бутон right left padding также отступами можете всевозможными играться это тоже отступ буду фон сайса размер шрифта на кнопки а бутон бордер color цвета рамки кнопки бутон бордер радиус скруглен скругленные углы кнопки дальше вот эти у нас элементы идут цвета именно точек то есть смотрите если мы сейчас посмотрим вот вы видите кнопки у нас стали такие светло-желтые да и вот эти точки которые сейчас я вам говорил это тоже переключатель изображений а ведь они у нас черные и активная кнопка черная . да и не активные они у нас такие такого серого цвета соответственно как раз таки вот они настроечки значит активный какого цвета выбираете точка не активно у нас такого немножко серого цвета да но я тоже изменю цвет дальше смотрите у нас идет слайд тайм миллисекундах то есть автоматические смены слайда чтобы шла побыстрее я поставлю 2000 миллисекунд слайд left of set переводится как смещение ползунка влево честно говоря разные пробовал вариации цифры выставлять никакого смещения не заметил ну да ладно и текст на самих кнопках next следующее изображение brave предыдущие тоже просто вбивайте по-русски здесь название кнопки и все дальше авто старт если вам нужно чтобы автоматически сменялись изображения то галочку оставляем и соответственно текст именно шрифт на кнопках наших вот этих вот переключений слайдов вы просто выделяете мышкой наш виджет выбирать инструмент текст в adobe muse и можно задать свой какой-то шрифт и наш слайд с вами готов вот кнопочки я не поменял цвет белый именно текста на кнопки до его не видно на светло-желтым на светло-зеленом но ничего страшного вы уже сможете настрой под себя и у нас великолепный адаптивный слайд готов на этом урок закончен и увидимся с вами в следующем